Как подключить БМС? Первым делом проверяем напряжение на всех ячейках. Оно должно быть одинаковое. Если у вас одна ячейка сильно заряжена относительно других, то мы ее разряжаем. Если она наоборот сильно разряжена, то надо ее поставить на зарядку, дозарядить, чтобы она была одинаковой со всеми остальными. Если разбег у вас меньше чем 0,2 В, можно сделать первичную балансировку. Для этого ставим аккумулятор так, как показан у меня. Здесь все плюсы, здесь все минусы. И соединяем их параллельно. Оставляем на один день или на ночь. Может быть даже на неделю, если раз большой. Аккумулятор сам себя отбалансирует. После того, как напряжение на всех ячейках сравнялось, и теперь оно одинаковое, можно разобрать аккумулятор и сделать уже сборку последовательно. Теперь, когда у нас ячейки отбалансированы и соединены последовательно, можно приступить к сборке аккумулятора. Приступаем к соединению аккумулятора. Для этого мы соединяем соседнюю минус с соседним плюсом. Теперь у нас с вами получилось два основных вывода нетронутыми. Это основной минус, это у нас основной плюс. БМСК подключается синим проводом к основному минусу. Вот таким образом. Замеряем общее напряжение аккумулятора. В моем случае 28,4 вольт. Это абсолютно правильное соединение. 8 ячеек столько и должны выдавать. Подсоединяем балансировочные провода к аккумулятору. Я уже подготовился и обжал наконечники. Подключаем строго в соответствии с инструкцией. Начинаем с первой ячейки. Первая ячейка у нас считается от основного минуса. Вот у нас основной минус. Это первый ячейк. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. У меня 8 ячеек. В соответствии с инструкцией мне нужно будет начинать с разъема 12 пинового, где черный провод. Черный провод подключается к основному минусу сверху на вот этот вывод. Дальше у нас идет первый белый провод. Это подключается на плюс первой ячейки. Вот сюда. Второй белый провод на плюс второй ячейки. Третий провод на третью ячейку. Плюс третий ячейк. Четвертый провод на плюс четвертой ячейки. В соответствии со схемой мне вот эти балансировочные провода использовать не придется. Я их просто заизолирую и уберу. Затем, в соответствии со схемой, на десятипиновом разъеме мне нужно будет использовать пять белых проводов и один красный. Для этого я уже подготовился и обжал эти балансировочные провода. Соответственно, пятый провод у нас самый дальний, если считать, от красного провода подключается на плюс четвертой ячейки. Четвертый белый провод на плюс пятой ячейки. Этот на плюс шестой, на плюс седьмой, на плюс последней ячейки. И также красный подключается вместе с этим белым последним балансировочным проводом на основной плюс. Сейчас покажу, как это сделать. Подключение балансировочных проводов завершено. Часть проводов в моем случае не используется, их нужно будет заизолировать и убрать. Теперь нам нужно приступить к проверке правильности соединения всех балансировочных проводов. Для этого берем первый разъем, где у нас черный минус, и измеряем напряжение на этих балансировочных проводах. Каждая соседняя ячейка должна прибавлять напряжение одного элемента. Если у меня здесь элементы по 3 вольта, к примеру, то у нас будет на первом разъемчике, на черном и на первом белом, 3 вольта. На втором белом 6 вольт, на третьем 9 вольт и так далее. Таким образом мы проверяем правильность и последовательность соединения балансировочных проводов. Если все верно, то можно будет приступить к дальнейшей сборке. В соответствии с моей схемой подключения у меня получилось 14,2 вольт на первом разъеме и 14,2 вольт на втором разъеме. Последовательность не нарушена, общее напряжение 28,4 вольт. Давайте померим, сколько у меня показывает общее напряжение на ячейках на аккумуляторе. 28,4 вольт. Все верно. Теперь можно приступить к установке разъема в саму БМС. Первым делом подключается у нас красный разъем, 10-пиновый разъем с красным проводом. Вставляем. Вторым подключается разъем, 12-пиновый разъем с черным проводом. Подключаем термодатчик. Теперь нам необходимо активировать БМС. Активация происходит вот таким вот штатным проводом. Это красный и черный. Активируется БМС от любого источника питания от 4 до 12 вольт. Я использую один из элементов. Вот такой заряженный до 4 вольт. И провожу активацию. Вставляем провод. Берем элемент. Подключаем черный к минусу, красный плюс. Должен раздаться звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что БМС включилась. Слушаем. БМС включена. Все, активация завершена. Вот эти два провода можно соединить вместе, можно отсоединить разъем. Кому как больше нравится. Теперь можно приступить к настройке самой программы. Я установил программу. Первым делом нам нужно включить Bluetooth и найти нашу БМС в разделе Device List. Вот наша БМС, нажимаем на нее. Ждем подключения. Подключение к БМС завершено. Теперь нам нужно сделать первичные настройки. Для этого заходим в раздел Fast Settings. Программа указывает на то, что у нас нет доступа к изменению настроек. Нажимаем Confirm. Дальше программа просит ввести пароли для разблокировки настроек. Пароль от первого до четвертого уровня 12345678. Для пятого уровня 123456789. ABC вводим. Сразу попробуем пятый уровень. А тут уже введен. А, у меня был уже введен пароль, поэтому нажимаем кнопку After. Все. И у нас появился уровень авторизации 5. Теперь нам нужно будет сделать в разделе Fast Settings, второе сверху. Нажимаем. Указываем физическое количество ячеек, которые мы используем в сборке. Я использую 8 ячеек, поэтому указываю 8. И физическую емкость 94 Ач. Нажимаем Save. Сохранены. Следующим шагом нам нужно будет установить тип аккумулятора, который мы используем. Для этого переходим в раздел Control. И указываем литий-ион, либо литий-железо-фосфат. У меня литий-ион. БМС-ка издала звуковой сигнал, значит изменения сохранены. Для финальной проверки правильности настройки БМС-ки заходим в раздел Parameter Set. И заходим в параметр Volt Param Set 3 сверху. Здесь указываются пороги срабатывания защит этой БМС-ки. Обязательно проверьте, чтобы если у вас литий-железо-фосфатный аккумулятор стоял, стояло не 4.2, а 3.65 порог срабатывания защиты от перезаряда. Потому что если вы оставите литий-ионный, как у меня сейчас на литий-железо-фосфатном аккумуляторе, вы аккумуляторы просто перезарядите и убьете их. К примеру, вот у меня сейчас 4.2 стоит. Мы сейчас попробуем поставить литий-железо-фосфат. То, что мне не подходит на данный момент. Заходим, проверяем пороги срабатывания защиты. 3.65. Если я буду использовать БМС-ку вот с такими параметрами, у меня она будет просто не дозаряжаться. Это важный параметр. Проверьте его. И в принципе на этом настройка программы завершена. Всем спасибо. До свидания.